здравствуйте автолюбители приветствую вас на канале автодром сегодня в выпуске китайский ford edge плюс удивил новыми дисплеями edge для рынка кнр по дизайну идет на шаг впереди американского edge а теперь его расширенная решетка вплотную примыкает диодным фарам чья световая подпись утратила продолжение в огнях нового бампера сегодня совместное предприятие changan ford начала в китае продажи обновленного кроссовера edge который обозначен приставкой плюс хотя дореформенный паркетник убран с витрины уэджи изменился дизайн перед к но перемены в салоне намного серьезнее взамен вертикального тачскрина диагональю 12,8 дюйма решено использовать горизонтальный экран состоящий из двух дисплеев на 8 и 13,2 дюйма новый мультируль имеет усеченный обод дефлекторы обдува переехали на освободившуюся центральную консоль там же висит новый блок климат контроля с сенсорными кнопками под ним шторкой накрыт отсек с беспроводной зарядкой usb портом и розеткой заднего бампера модернизация не коснулась хотя раздвоуенный выпуск отныне оформлен иначе фонари с прежней графикой соединены хромированной планкой вместо черной глянцевой полосы отчего появилась площадка под логотипом форда для крупного имени модели всей версии эджа включая топовую стрит-лайн продолжают пользоваться бензиновой турбочетверкой 2 литра eco boost 245 лошадок 8 диапазонным автоматом передним либо полным приводом пятиместный этж плюс оценен в 2 и 6 тире 3 и 9 миллиона рублей за 7 местные просят 3 и 9 тире три с половиной миллиона спрос на паркетник в кнр неуклонно падает если в 2016 году было продано 123 тысячи 690 единиц то в 2019 лишь 32 тысячи 815 с января по ноябрь 2020 реализовано 22 тысячи двести тридцать пять штук благодарю за просмотр понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео